Здравствуйте! Вас приветствует творческая команда студенческого телевидения Луганской государственной академии культуры и искусств имени Михаила Матусовского, которая постоянно находится в поиске самых важных и ярких событий культурной жизни Луганщины. В студии Алина Шапкина и сегодня в выпуске. На передовую науку находится именно в Луганске. Эмоции были самые большие, когда я узнала, что я прохожу финал. День Святого Валентина – это тот день, когда даже самые скрытые чувства можно показать. Молодость – это прекрасный период в жизни каждого человека. Время дерзаний, поисков и великих открытий. Талантливая, образованная и способная молодежь – это не только наше настоящее, но и будущее. В Луганске состоялась церемония награждения лучших студентов республики. Уже в третий раз глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий вручил именные стипендии лучшим студентам и учащимся колледжей и техникумов республики. На сцену за премиями «Один за другим» поднялись 90 человек. Игорь Плотницкий заверил, готов выделять на эту церемонию сколько угодно времени, поскольку мало что может быть важнее, чем поддержка талантливых и целеустремленных молодых людей. Если у нас передовую защищают наши вооруженные силы, то сейчас на передовую науки доходите именно вы, потому что весь потенциал, все, что делается, для чего погибали наши друзья, сейчас сосредоточен в ваших руках. В списке лучших студентов республики есть четверо представителей Луганской государственной академии культуры и искусств имени Михаила Матусовского, Анна Черевко, Максим Кольцешор, Руслан Лангвиненко и Руял Алиев. Они уверяют, не только горды высокой оценкой их успехов, но и в полной мере осознают, что спрос в них теперь тоже по высшей мерке. Нет предела совершенства, как говорят, и поэтому стоит доказать не только на пределах республики, что молодежь Луганчин чего-то достойна, что студенты Луганской государственной академии культуры и искусств талантливы. Хочется доказать всему миру это. Министр образования и науки Валентина Ткаченко, поздравляя ребят, подчеркнула, работает со студентами более 40 лет и точно знает, среди них нет неталантливых. Вы знаете, мне очень приятно, что я нахожусь среди таких талантливых людей. Я вам хочу пожелать успехов, чтобы вы дальше дерзали, чтобы в нашей республике были такие замечательные кадры, которые бы обладали не только знаниями, но и еще обладали главным качеством быть хорошими людьми и любить ту родину, где они родились. Силами вуза в республике был организован и небольшой концерт для лучших студентов. В его программе тоже ни одной случайной песни. Талантливая вокалистка, студентка ЛГК имени Матусовского и просто красавица Аделина Моисеева уверенно покоряет российскую столицу. Более подробно о творчестве и достижениях Аделины узнавали наши корреспонденты. Это фрагмент выступления студентки ЛГК имени Михаила Матусовского Аделины Моисеевой на сцене творческого центра Красная площадь 7. А это она же в российской столице, пока не на Красной площади в Кремлевском дворце, но уже на Таганке в клубе великолепного Игоря Бутмана. Здесь Аделина стала лауреатом конкурса «Молодые поют джаз», который как раз и организовали джаз-клуб Игоря Бутмана и радио «Джазру». Тысячи участников со всей России проходили целую серию отборочных туров в течение полугода. В финал вышли шесть молодых вокалистов, в том числе и Аделина. У меня эмоции были самые большие, это когда я узнала, что я прохожу финал. Дальше, наверное, мне казалось, что если я одержу победу, то все равно уже лучше не будет. Уже показала себя, и мне осталось только подкрепить то, что я людям хотела подарить, и все. Аделина исполнила в финале свинг 30-х годов, и он не оставил равнодушными любителей джаза. Была важна энергетика, ну, конечно, мастерство на каком-то уровне, но ты не думал о том, что вот тебя там кто-то еще сидит и оценивает. Ты просто передавал то, что хотела. На сцене Луганского государственного университета имени Тараса Шевченко был дан старт 15-му сезону Луганской студенческой лиги КВН, сезону социальных сетей. В КВН, как и в жизни, все прогрессирует, и сейчас шуткой о колобке вряд ли кого-то рассмешишь, ведь молодежь теперь черпает шутки из интернета. Именно поэтому новый, 15-й сезон Луганской студенческой лиги КВН стал сезоном социальных сетей. Мы решили как-то современить, сделать что-то необычное, чтобы людям было удобно шутить, как смотреть и понимать юмор, так и его придумывать. Поэтому сезон социальных сетей, социальные сети сейчас всем близки, поэтому вот так. В юбилейном сезоне приняли участие 14 команд из Луганска, Перевальска, Лутугина, Краснодона, Равенек, Алчевска и Донецка. Команд дебютантов уже больше половины, но организаторы не планируют на этом останавливаться. 8 ноября день рождения лиги, я думаю, привлечем новые команды и расширим географию, чтобы и Донецк, и Луганск вместе делали классный КВН. Шутили студенты об актуальных проблемах, эпидемии гриппа, подорожавшем проезде и, конечно же, о социальных сетях, явлении, покорившем умы миллионов людей. Где-то в университете. Все команды смогли ярко проявить себя, насмешить зрителя, но лидером стала команда Селезневка Перевальского района, серебряные призеры прошлого сезона студенческой лиги. Но это только начало, и мы с нетерпением ждем. Чем же удивят, порадуют и насмешат нас команды в новом юбилейном сезоне. Стоит нам услышать какую-нибудь песню из знаменитого старого советского кино, и мы непременно ее узнаем. В культурном центре «Светлица» организовали концерт, посвященный кинохитам 70-х годов. Подробнее в сюжете Ирина Мирошниченко. Знакомые и всеми любимые песни из старых советских кинофильмов прозвучали на творческой встрече киношлягеры. Эти песни созданы самой жизнью, и каждая из них несет в себе душевную теплоту. Особого представления киношлягеры не требуют. Их можно узнать по первым словам. Многие в зале на мгновение перенеслись в те далекие советские времена, подпевали исполнителю и просто наслаждались хорошей музыкой. В такой обстановке отдыхаешь душой. А еще это отличная возможность познакомиться с новыми интересными людьми, пообщаться и поделиться своим творчеством. «Начал искать песни, в которых есть позитивный, какой-то позитив, какой-то свет. И, в общем-то, нашел такие песни в старых мультфильмах и в старых фильмах. Годом и сейчас возникла идея сделать именно концерт по киношлягерам». Песни и музыка из советских фильмов – это хиты, которые слушает не одно поколение. Большинству кинохитов, которые звучали на сегодняшней встрече, уже не один десяток лет, но они все еще не потеряли своей актуальности. Например, «Песня про счастье» из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Песня «Хорошего настроения» из музыкальной комедии «Карнавальная ночь». Перечислять хиты из советских фильмов можно бесконечно. Но главное в них одно – все они великолепны и имеют право на долгую жизнь. Луганск всегда с большим удовольствием принимает заграничных гостей. На этот раз своим мастерством приехала порадовать луганчан группа «Дорогая Венди». Чем удивляли россияне – узнаем прямо сейчас. Тысячи километров не стали преградой для питерской группы «Дорогая Венди», которая приехала в Луганск, чтобы выступить вместе с поэтессой Анной Долгаревой и посредством музыки поддержать луганчан. В Луганск я приехала работать еще в прошлом апреле, после того, как здесь погиб мой любимый человек, который был ополченцем. Я оставила Петербург и переехала в Луганск. Вот сейчас зову сюда своих друзей из культурно-музыкальной среды, чтобы они тоже приобщались к Луганску. Группа «Дорогая Венди» знакома питерской публике уже четыре года. Это классический ансамбль, состоящий из клавиш, скрипки и виолончели. Время от времени группа экспериментирует с другими инструментами, такими как губная гармошка, лолынка, бас, ударные. Авторство песен и концепция группы принадлежит сестрам Ольге и Александре Коплюченко. Теперь и в Луганске узнали совершенно особенную атмосферу концертов «Дорогой Венди», во время которых песни переплетаются со стихами. Причем у каждого произведения своя история, которую музыканты рассказывают тут же. Благодаря этому выступление обретает некий сюжет, целостность и помогает лучше понять внутренние переживания исполнителей. Мы сестры, поэтому мы просто творили вместе всегда. И так получилось, что это выразилось именно в таком музыкально-стихотворном жанре. Наверное, нам всегда именно этого итога и хотелось, чтобы именно ездить, петь для людей. Поэтому в каком-то смысле это воплощение мечты. Жители Луганска давно не испытывали таких эмоций. Ведь настоящая, хорошая музыка в живом исполнении всегда вдохновляет, придает жизнь и дарит надежду. Мы с тобой за гормоной, за гормоной, глубина. Из летчиков в художники. В жизни случается не такое. Герои нашего следующего сюжета тому подтверждение. Фантазии полет и рук творения. Очередная выставка в Луганском центре народного творчества не случайно называется именно так. В одном выставочном зале объединились экспозиции двух мастеров декоративно-прикладного искусства Народного клуба «Левша». Людмила Наваленая вышивает крестиком. Михаил Мордвин занимается витражной росписью по стеклу. Техники совсем разные, а сочетание работ в одной экспозиции получилось очень гармоничным. Сегодня очередной раз у нас праздник в Центре народного творчества. Праздник потому, что мы выставляем выставку мастеров декоративно-прикладного искусства. Семейная такая традиция один раз в месяц выставлять творчество наших мастеров. Для мастера вышивки Людмилы Наваленой нынешняя выставка уже 16-я. И каждая, мало того, что дает новый творческий импульс, но еще и прибавляет здоровье. Работами должны любоваться. Тогда типа будет здоровье. Вот я уже 9-й год не болею, честно вам скажу. Как вышивка приносит удовольствие. Михаил Мордвин по профессии летчик. Рисовать начал всего полтора года назад. Но нынешняя выставка уже вторая. Причем вторая в Центре народного творчества. Рисовать всегда хотелось, как бы это нравилось. Всегда интересно, когда берем лист бумаги, обычный лист, потом что-то делаем с ним, получается какое-то произведение. То есть из ничего можно что-то сделать. Также и здесь увидел краски, понравились, почитал в интернете технологию, что надо для этого, как это все делается. То есть в интернете нашел всю информацию. Выставка «Фантазии, полет и рук творения» открыта до 15 марта. Всех желающих насладиться творчеством мастеров приглашаем. Любовь – самое прекрасное чувство на Земле. Ведь оно заставляет нас совершать невероятные поступки ради своей второй половинки. Но еще больше их хочется совершать в самый романтичный праздник – День Святого Валентина. Какой подарок подготовила лгаки имени Матусовского для всех влюбленных – в сюжете Сергея Пирогова и Элевиры Ткач. День Святого Валентина отменяется. Именно такое название для торжества накануне Дня Влюбленных выбрали студенты Луганской Государственной Академии Культуры и Искусств имени Михаила Матусовского. Неужели они отказываются от любви? Давайте посмотрим. Как вы считаете, нужен ли День Святого Валентина? Этим вопросом задали студенты нашей Академии. А найти ответ им помогали студенты кафедры театрального искусства и режиссер своеобразного спектакля концерта «Четверокурсник» Игорь Майский. Зрители стали участниками генеральной репетиции концерта, где режиссер-постановщик, она же главная героиня, расстроена неподготовленностью своей команды к празднику. Девушка совсем опускает руки и начинает сомневаться, нужен ли праздник в честь влюбленных. Но в самый нужный момент появляется некий Валентин, который успешно доказывает отчаявшейся девушке, что любовь есть и она вечна. День Святого Валентина – это тот день, когда даже самые скрытые чувства можно показать. В этот день на сцене творческого центра «Красная площадь-7» блистали не только будущие актеры, но и студенты всего факультета культуры ЛГАКи. Они танцевали, пели, разыгрывали веселые миниатюры и драматические сцены, понемногу возвращая веру в любовь молодой героине. Так что воплотить в жизнь идею своего проекта начинающему режиссеру Игорю Майскому удалось в полной мере. Игорь довольно-таки интересная личность. Он человек творческий, ищущий. Вот тот сценарий, который здесь представлен сегодня, он написал его самостоятельно. Он придумал интересный ход, интересное решение. Ну что еще о нем рассказать? Выпускник почти специалист. Любовь – это уже праздник. Хочется пожелать, чтобы этот праздник был с вами не только в День Святого Валентина, но и в каждом дне вашей жизни. А тем, кто одинок, желаем скорее найти свою вторую половинку. На сегодня это все новости. Мы встретимся с вами в следующий понедельник. Берегите себя. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова